К визиту Александра Лукашенко Малорицкий край готовился практически две недели. До последнего момента чиновники не знали, какие предприятия для посещения выберет глава государства. Это новая форма рабочих поездок. А потому в каждом коллективе, будь то сельхозпредприятие или промышленная организация, готовность боевая. Ведь цель Александра Лукашенко – проверить реальное положение дел в организациях. Николай Соловчук, фрезеровщик предприятия Малорицкая райагропромтехника, немного волнуется, но опыт берет свое, дело свое знает, работу выполняет качественно, ведь на предприятии работают уже 32 года. Работал еще при Советском Союзе, вы сами знаете. У нас тут было сельхозтехника 500 человек, у нас в мастерской только 120 человек были, станки стояли, на интеграл Минске работали, диоды паяли, рубили. Но сейчас работы поменьше, работы поменьше, но и людей поменьше стало. Вот в чем дело. Хотелось бы, конечно, больше загрузка, чтобы было. Я думаю, все-таки работу и обеспечить надо, в первую очередь. Люди работать хотят, желают, а вот... А какие цена есть у вас? Есть, есть. У нас тут есть и станки, и все, можно было бы... А если еще закупить оборудование? Именно на обеспечение работы районные агропромсервисы ориентируют чиновников Александра Лукашенко. Это зона ответственности правительства, губернаторов и председателя райисполкомов. Разрушать инфраструктуру, которая была создана когда-то, ни в коем случае нельзя такого рода. Обслуживающие организации должны быть ориентированы не только на сельхозпредприятия, но и на весь район в целом, в том числе на фермеров, на отдельных граждан. Помощь оказывать необходимо таким слабым, но нужным предприятиям. Но помощь эта должна быть разумной, досконально просчитанной. Им надо создавать условия, чтобы они развивались. Если надо их поддержать, слабое хозяйство, чем-то, и мы будем видеть свет в конце тоннеля через год, два, три, надо поддержать. Но если будете поддерживать и знать будет, что через три года все равно это же будет, закопайте деньги. В нынешней экономической ситуации каждый рубль должен быть на счету, каждая копейка. Искать и находить выходы из, казалось бы, патовой ситуации должны всем миром. Такие предприятия должны зарабатывать на дополнительных услугах. В малорите это начинают понимать. Есть и реальные результаты. Дополнительно мы работаем с маслом еще немножко. В прошлом году производим вот эти запасные часы. Ну, для разных потребителей. В прошлом году реализовали на миллиард. Это для паилок, это для пульсаторов. В основном россияне спрашивают, у них фермерские хозяйства, наши меньше, ну и наши есть. По Белоруссии есть заявки, по Украине. Вот эти дополнительные услуги вы должны набирать, набирать для того, чтобы вы могли жить и работать. Ну, это выживаем. Вот это дает какую-то каплю. И импортозамещение. У нас пять станков. Процентов 50 надо перейти. Пять станков всех. Два барановских, один польский, ну и два ремонтируем, там электроника неисправно. Тоже пустим. Ну, то есть, как движение есть. Уже за шесть месяцев вот у нас 890 миллионов старыми деньгами реализации. В прошлом году было миллиард. Ну, а в этом году это россияне, белорусы, третью часть, россияне и украинцы. С украинцами завязались, с Киевом. Но за маленькими успехами весьма очевидна большая бесхозяйственность и отсутствие порядка практически на всей территории райагропромтехники. Вместе с другими недоработками данный факт для президента стал поводом высказать претензии представителям местной вертикали власти и вице-премьеру. Почему вы не нашли возможности развивать здесь бизнес? Возможности туча. Табуретки делайте, ремонтируйте, восстанавливайте старую мебель сейчас, это выгодно. Даже новую поточить червями там и так далее. Ремонтируйте санитарные узлы какие-то и прочее, и прочее. Почему вы отдаете сразу? Руки опускаете и исчете инвестора. Вот и он главный, первый инвестор. А это второй, это третий. Ну ладно, это трудно, но порядок навести-то можно. Я что, тебе порядок буду наводить? Наведем порядок. Вы что, хотите без портфелей сейчас кучу собраться и пойти вместе за Мясняковичем? Ну вы же президента ждали в Малоритском районе. Уже я окложил эту поездку. Или вы хотели показухой, как прежде заниматься? Привезти меня? Да, у Машинского будет порядок. Я и так знаю, туда можно не ехать. Я их только везу, чтобы показать, как там должно быть. И вам тоже. Ну ты же знаешь, что мне не проблема одеть сапоги и пройти. Как я вас однажды водил в Брестском районе у этого, у Бедули. Когда вы по колено в эту жижу зашли. Если будет порядок и личная заинтересованность районных и областных властей, райагросервисы смогут успешно работать в каждом районе. Такую задачу Александр Лукашенко ставит перед всеми губернаторами. И задача эта должна быть решена до 1 января 2017 года. Вы мини-президенты здесь. Вот ваш район, вот ваше оружие, вооружение и ваши солдаты, которые вы должны использовать везде. Поэтому здесь надо концентрировать. И ты в этом должен быть заинтересован. Второй объект – это строительство. ПМК должна быть со всем набором, чтобы ты мог… Ну, промышленное здание ты не построишь там с балками перекрытия или колоннами и так далее. Тяжелыми. Тебе смонтируют там в области трест какой-то и так далее. Но стенку выложить с кирпича, еще чего-то. Так у тебя же и строители будут, будет строительная отрасль, в районе строителей будут. Ты окажешь услуги. То есть ты в любой момент должен подстраховать там, где нужно подстраховать. Но для этого надо иметь вооружение соответствующее. Вторая точка рабочей поездки – ферма хозяйства Савушкина. В открытом акционерном обществе «Савушкин продукт» снижением себестоимости продукции занялись достаточно давно. Создали технологическую цепочку молоко из сырьевой зоны. На завод поступает из 87 хозяйств. Но для повышения эффективности дойного стада приобрели собственное сельскохозяйственное предприятие. Сегодня оно называется Савушкино. Инвестировали в него 50 миллионов долларов. На нынешний день это современная ферма на 3000 коров. Телятники и ясли для молодняка. Более 7000 голов крупного рогатого скота. 2000 из которого – дойное стадо. По генетике белорусские буренки не уступают американским и израильским. А молодняк выращивают по специальной системе, которая отличается от более ранних. Здоровые, ухоженные, с кормлением по всем стандартам, коровы дают молоко высшего и экстра сорта. Как итог – уменьшение себестоимости продукции. За 10 лет средний воловой надой молока вырос в 5 раз. За день здесь надаивают 55 тонн молока. Это достаточно высокий показатель. Практически 25% от всего вала района. Об этом рассказывают президенту, руководители предприятия Александр Машенский и Александр Савчин. Подчеркнув, что кадры, работающие на предприятии, постоянно обучаются такое предприятие. Пример для других. По вывод главы государства. Главное – это кадры. И вот я говорил, в автомобиле мы ехали, самые большие потери. И большая статья себестоимости – это потери из-за непрофессионализма кадров. Поэтому вы правильно делаете. Самая лучшая учеба привез сюда, показал. Делайте так. Я и поэтому спрашиваю. Вот руководители наши, малориты здесь же были, они же видели, я же не первый год. Пускай не так, пускай не совсем так, но сам принцип должен быть для всех маяком. Я понимаю, что мы не сразу, не скоро, может быть, создадим такие комплексы. Но пусть будет одна линия. Здесь же ничего нового нет. Технологическая дисциплина и кадровая. Вот что здесь главное. Прежде всего, запомни, должны быть свои частники. Не оттуда кто-то пришел, какую-то копейку дал, чтобы он был повязан всем. И родными, и близкими, чтобы у него дом здесь был и по колено, в земле в этой закапан. Тогда ему доверие. Куда он денется? Никуда он будет тут работать. У него все здесь создано. Это его земля. И у нас много таких. И фермеры есть. И особенно вот такие частники. Большинство коров на Савушкино – галштинской породы. Молочные, дающие 36 литров молока в сутки. Вот такую буренку и подарили Александру Лукашенко. И хорошие, да? И хорошие. Крестницы, как я и загружу. Хорошие. Буду кормить на сон. После посещения фермы Савушкино президент отправляется в Малориту. Перед зданием местного райисполкома его ждут люди, которым хочется просто поговорить с руководителем государства. Малоритчаны интересуют такие простые житейские вопросы, как зарплаты, здоровье, цены в магазинах, трудоустройство. Простые, но такие важные. Отвечал Александр Лукашенко на них по-простому, но очень искренне. Все условия для улучшения жизни людей государство создавало и будет создавать. Положительные тенденции в экономической ситуации уже прослеживаются. А это значит, недалек тот час, когда жить станет легче.